Еще один клон из Хакасской экспедиции 97 года, 044, он называется Стоктыш. Ну Стоктыш это ручей, в долине которого мы ее нашли. Огромная была ведьмина метла на зрелом, на таком полном сил дереве, метров пять была в диаметре, здоровенная, просто огромная. Вот это вот от нее происходит вот этот клон, одно время я возлагал на него надежды, потому что он был такой вот среднерослый по нижнему пределу и очень обильно плодносящий, ну был похож на клон 054 плантационный. Ну потом оказалось, что этот клон, как и многие другие, относительно высокогорный клон, а это уже высота примерно 1400 метров над уровнем моря, он сильно подвержен повреждению Хермисом. Чем как бы более высокогорное или северное происхождение, тем меньше оно соответствует нашему томскому климату и тем больше повреждается болезнями и вредителями. Вот еще более высокогорный клон 046, который назывался у нас Горец, он вообще не может жить в томском климате. Буквально вот с каждым годом все сильнее заедается Хермисом и остаются от него рожки до ножки. Но с другой стороны, это в другом климате может быть по-другому. И соответственно, московские клиенты часто у меня его требовали, а я его уже перестал размножать из-за полной его бесперспективности. Межуточное положение занимает между устойчивыми и неустойчивыми клонами, но все равно в последнее время мы интуитивно стараемся его не особо размножать. То есть у него вот и плодношение из-за этих повреждений снизилось, в данном случае только по самой вершине есть шишки. Ну вот на то и происходит селекционно-испытательный процесс районирования сортов. Какие-то хорошо себя показывают, какие-то не очень. Вот в этом как раз суть нашей работы. Будем ее и дальше продолжать. Покажу еще один западно-саянский клон из верхней части лесного пояса. Он называется изумруд. Ну почему мы его так назвали? Потому что он заметно отличался от остальных клонов таким вот специфическим цветом хвои. Зелено-голубым. До тех пор пока не напали на него наши западно-сибирские вредители. А именно хермис-сибирский. Вот. Как многие клоны из более холодного климата, он оказался сильно подвержен этому делу. Видите, вот эта хвоюшка старая. 23-24 года ей. Ну, в нехорошем состоянии. Хвоя совсем короткие. Вот хермиса и сейчас довольно много. Вот это вот все желтое. Это прошлогодние повреждения. Высосыли сок из него. Это тоже. Ну, короче говоря, оставляет он желать лучшей устойчивости. Хотя, вот, например, в другом месте у меня еще есть одна пункта С. Там она на южном склоне располагается. По логам. Вета много. Ветер гуляет. Ну, и там для хермиса условия неблагоприятные. В этом совсем мало. Он сохраняет свои вот эти изумрудные свойства. И плодоносит. Ну, и вообще симпатично выглядит. Так что, вот это, если кто-то всерьез интересуется этой темой, то имейте в виду, что вот тот идеальный внешний вид, который есть на фотографиях с нашего сайта и на сайте Российского Хвойного Общества, ну, он не всегда получается из-за вот этой специфической особенности, характерной для плонов из более холодного климата.